Скоро все жители Беларуси во всех уголках смогут попробовать знаменитую булочку. Создание передвижного ресторана выполнено на 95%. Власти столицы вместе с заказчиком посетили завод «Маску Пава». Самое главное, что мы произвели этот продукт в ближайшие сроки. И, конечно же, у нас было задание произвести именно такой футрак. Очень отрадно, что его сделали наши люди, создали наши конструктора. Наши технологи отработали полностью технологический продукт. Такой машины еще в Беларуси не было. Жители столицы познакомятся первые. Мы уже отрабатываем, какое бы мероприятие придумать, чтобы в апреле, во-первых, обкатали, чтобы мы могли посмотреть, есть ли какие-то там моменты, что доработать. Но все-таки это же технологический процесс, это очень серьезно. Ну а потом мы поедем по нашей любимой стране. Когда разрабатывали свой график маршрута этого ресторана, мы старались, конечно, учесть все мероприятия, которые могут быть в тех или иных городах, да, и постарались так согласовать маршрут, чтобы посетить максимально больше вот таких вот дней города, не знаю, дожинки, еще что-то, ну вот все вот такие вот мероприятия. То есть мы постарались это учесть. Здесь реализована концепция полностью одинаково, как в стационарном ресторане. Точно так же сделано все здесь, в этом полуприцепе. То есть он состоит не только футрак, но и машина сопровождения, которая будет перевозить воду, продукты и вывозить отходы. Точно так же и прицеп для проживания персонала. Это уникальный проект для белорусского рынка. В России мы тоже такого не видели. Но вот когда он будет полностью готов, конечно, вы посмотрите, и будет очень интересно. До конца марта футрак будет окончательно готов и испытан на территории предприятия в тестовом режиме. Ульяна Ярмоленко, Игорь Посохов, агентство Минск Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова